всем доброго времени суток дорогие друзья вы на канале гаджеты у нас сегодня типа такая знаете предварительный взгляд типа распаковка что-то такое короче чем ссоры бор сегодняшнего видео приехали наконец-то ко мне два телефона это xiaomi redmi s2 бюджетничек и редми ноут 5 бюджетничек но чуть подороже таких вот коробках они приехали как видите красных такие даже оранжево красный что ли и они в принципе внешне полностью идентичны то есть они одинаковы хотя телефоны немножко немножко до разные вот но коробка редми ноут 5 кстати даже как-то поменьше будет он вот на разницу размере будем мы их разрезать вот этим вот варварским черным метательным ножом сейчас возьмем так аккуратненько падением а может и не очень аккуратненько сейчас короче будем резать резать делать хирургический назрец у нас кстати redmi 2s global global version написано даже на самой коробке что у нас глобальная версия redmi ноут 5 у нас кстати тоже глобальная версия он и все написано у нас это камера как-то расфокусировалась или мне кажется очень нормально так сейчас мы это сидела обчистим от шелухи а именно от пленки поглядим 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 вот мы у нас это дело выкинули и собственно сейчас посмотрим чего у нас там внутри кетчуп хайнс раньше было давно-давно такая реклама если кто помнит вытряхивали там кетчуп хайнс из бутылки всей бандой весь ресторан могли выпусти вот так вот у нас выглядит это все как видим глобальная версия легко отличима от обычной тем что тут нету китайских надписей обычной сик о блин я вам так скажу лучше один раз увидеть чем семь раз услышать или посмотреть какие-то другие обзоры пока я сам не взглянул на этот аппарат это конечно круто единственное что вот эти вот полосочки пойму для чего они но не как бы они физически я по поводу ридми с 2 вот видите вот эти вот черные полоски здесь они не просто нарисованы они как бы выгравированы выгравированы в корпусе о выговорил и не ощущается что они так с углублением не не знаю в чем прикол зачем это было сделано в принципе выглядит аппаратик так довольно неплохо мне это нравится очень даже так симпатяшно 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 вообще прям так внешний вид хороший сканер отпечатка на своем месте задняя сторона две камеры у нас здесь причем видно что видно что камеры хорошие модули такие ровненькие все качественно вспышечка посередине наклеечка у нас имеется сзади и нам сообщается здесь вообще ништяк блин xiaomi за это тебе отдельное спасибо ты сделала лоток сразу с тремя разъемами три разъема дамы и господа отдельно под micro sd и отдельно под весим карты это просто обалдеть блин мне это реально нравится сбоку у нас этот самый лоток и находится спереди у нас датчики есть здесь два датчика динамик и глазок камеры а глазок такой прям ну хороший огромный снизу у нас разъем под micro usb и две решеточки перфорированные ну как перфорированные дырочки просто вырезали внутри там не знаю перфорации я не вижу ну в общем то здесь находится динамик так 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 ну пока отложим сам телефон в сторону и сейчас посмотрим что у нас там по комплекту по комплекту у нас как всегда бумажечки здесь напихали нам чехол даже положили силиконовый это просто круть макулатура ненужная которую никто не считает но чехол силиконовый это классно принципе неплохой силиконовый чехольчик мне нравится мне нравится то что его уже положили это это замечательно не надо блин ломать голову бегать по всему городу искать аксессуары там на него что владеть чехол положили уже и все и на тебе радуйся короче круто 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 очень круто мне реально это нравится так что у нас там еще есть usb кабель скрепка чтобы доставать лоток ну и конечно же зарядное устройство сила тока у нас 5 вольт 2 ампера сила тока 5 вольт 2 ампера хорошо все больше в коробке ничего нет и коробка такая в принципе знаете опрятненькая мне мне нравится да мне это нравится сейчас мы все это и засложим назад всю нашу макулатурку вот чем хороший телефончик такой ничем всякие там андронюсты там ступид милуды они там же разбалованные капец им флагманы подобаю же там дешевые телефоны может такие не сяки не не та самая там ты шо только айфоны сто пятидесятые десятые блин самсунги максимальных комплектаций там и так далее короче блин оборзели их смотреть я я им уже не доверяю потому что это разбалованные люди вот и они объективно бюджетный сегмент уже не могут оценить так redmi s2 мы распаковали выглядит в принципе хорошо еще раз посмотрим наш внешний вид задняя сторона очень хорошо выглядеть блин ну выглядит классно до пластик но сразу так и не скажешь что это пластик больше похоже на металл причем очень даже похоже на металл сверху у нас как всегда инфракрасный порт 35 джек это блин круто инфракрасный порт это вообще удобная штука телевизором который сзади меня находится управлять просто обалдеть кондиционером и любыми другими электронными устройствами которые поддерживают инфракрасный порт это блин это реально да это вот как пока сам не попробуешь я вам говорю это уже раньше думал нафига он нужно этот прекрасный пор типа туда-сюда это стоит блин он стоит во первых копейки то что он же есть это хорошо я вам говорю вот раз попробуйте будете постоянно пользоваться пользоваться то есть новая техника которая есть списке там все нормально работает вы забудете что такое пульт у вас все будет в телефоне и это блин это это реально круто инфракрасный порт это замечательно в общем вот такой вот у нас xiaomi redmi 2s и сейчас бы час бы сейчас бы не знаю включить наверно ну я пока включу его короче на принципе чё там чё там у нас нас не будет вот и положу его и возьмусь за redmi ноут так смотрим что там у нас кладем тут у нас аналогичная ситуация нам также в redmi ноут 5 положили силиконовый чехол такой же самый он ничем не отличается от того в принципе вот и можно даже немножко их сравнить сами телефоны redmi s2 о ну ну конечно redmi ноут 5 вообще прям ощущается что да хорошо так и тут у нас redmi 2s запустился сейчас мы его включим так русский язык у нас имеется хорошо так русский язык науки не дали афганистан шмы афганистан не менее мы так далеко не проживаем были ну вроде работает так по ощущениям знаете неплохо мне очень даже нравится выберем украинский регион так у нас под запустил требует а вернее просится он у нас подключиться к вай-фай сети ладно мы пока пропустим это все дело и потом я уже там сам чё-то там этот сам подключусь посмотрю не прилагается к устройстве инструкции можно взять оставить симка тут а ладно проверить снова не надо не все хорош до свидания мне требует требует с меня тут всякого понимаешь подтвердите подтвердите довольно только разблокировка отпечаток пальцев пока только разблокировка экрана графический ключ не надо так это нам пока не надо товарищи это мы все пропускаем рабочий стол у нас такой такой ладно выберем вот эту безграничность хорошо ну и загрузка приложений пошла сейчас у нас загружается в принципе если сравнивать редми ноут 5 и redmi s2 то внешне они спереди просто один в один вот прям одинаковый да немножко датчики отличаются расположением но спереди они просто примут прям клоны друг друга кто с кого скопировал ну тут раньше конечно появился тут с того потом и скопировал ридми 2s вот но они очень спереди похожи друг на друга ну и сзади в принципе тоже они прямо если вы не дадите вставочки у редми пятого клона у нее даже глазки камеры я смотрю одинаковые примут просто да похоже очень очень сильно за исключением по моему верхнего модуля но нет вроде как вроде как одинаковые насколько я могу также настройка завершена у нас редми 2s у нас настроился и интерфейс работает в принципе плавно все довольно неплохо нормально так тут у нас как бы а какой у нас android надо посмотреть так и как бы надо пленочку снять я щас пленочку сдеру транспортную потому что никак не красиво смотрится в пленке так он до экран просто он чудесен он просто великолепен смотрится все очень круто и явно дороже чем на 145 баксов просто блин обалдеть короче всякие самсунги и прочие зараза нам втюхивают блин дешевый хлам по очень высоким ценам а тут китайские компании как-то конкурируют говорят они чуваки чем мы сейчас вас тут вздрючим по полной программе и сделаем аппаратике подешевле да и по вкуснее вот к примеру если мы возьмем мой ми макс 2 вот этот вот телефон ну и вот собственно вот так вот есть их поставить рядом вот как видите это redmi 2s а это к сегодня не макс дома сейчас мы даже разблокируем я вам покажу разницу вот собственно разница да не макс огромен просто если сравнивать по качеству экрана то конечно redmi 2s да здесь hd разрешение а нами максе full hd разрешение поэтому картинка отличается нами макс она гораздо чаще но в принципе работают как бы ну так интерфейс я вижу на обоях в принципе даже не особо ты ничего не тормозит все нормально так сейчас мы зайдем посмотрим в redmi 2s нашу систему здесь у нас замечательно так эй эй систему зайдем и посмотрим у нас версию android версия android у нас 81 и 0 так милая у нас 9 и 5 и посмотрим обновление системы это надо да это надо хороший телефончик экран в принципе неплохой да он зернистый видно что hd ну как бы в принципе это не особо принципиально поэтому в целом если не сравнивать к примеру два телефона вместе вот когда смотришь на них hd и full hd то блин разницы практически замечает в общем-то пак xiaomi redmi так а тут у я только заметил что у нас все умеры дни 2s нет кнопок физики этих самых на вернее под экраном они у нас на экранное хорошо а сколько у нас здесь памяти сейчас мы посмотрим у нас в телефоне у нас по оперативной памяти у нас 3 гигабайта внутренний накопитель у нас на 32 гигабайт хорошо и что самое главное у нас все же есть обновление по воздуху обновление системы потому что это у нас покупался аппарат в официальном магазине я только за официальные продукты никакие другие нереги кастами всякой стране вот это вот она нафиг не нужно не надо не загрузчиков разблокироваться хрени вот этой мудохаться блин это просто вынос мозгов я да сейчас могу могут набежать всякие ушлепки там в комментариях у тебя руки же просто блин ты когда mercedes покупаешь ну примеру да ты же его покупаешь уже в готовом виде такой весь красивый он весь завершенный все сел и поехал на представь что тебе ты приезжаешься вы покупаешь машину дамы этот сам эти mercedes дают такой без колес что кучу за фигня не ну ты как бы у тебя же руки из того места растут еще сам колеса прикрутишь и поедешь вот только колеса еще надо будет купить где-нибудь принести прикрутить и в общем-то нормально потом в уши вот здесь с телефонами точно также я за то чтобы покупать официальные продукты чтобы с ними не надо было мудохаться чтобы человек взял телефон в руки включил вставил свинку и все пользуйся ничего делать надо не прошивать не в нему дохаться там не нет и сама короче среды 2s у нас пока понятненько и замечательным фоткать я пока ничего не буду потому что я хочу это уже запилить нормальном обзоре сделать нормальные фотографии нормальные видео нормальные тесты скажем так провести это у нас так пока пас мы смотрим внешний вид так ну и конечно же переходим мы к нашему любимому xiaomi redmi ноут 5 коробка у нас также здесь не густо я короче особо тут открывать ничего не буду в коробке потому что комплект тот же самый что и в redmi 2s зарядка там скрепка и кабель и собственно ничего ну конечно же аппарат да чувствуется что он холодит руку металлический корпус и знаете что вот эти вот вставки они не так по уродски смотрятся как я думал все ровненько подогнано все красиво прям вообще прям идеально я бы даже сказал да они отличаются хотят да знаете знаете они они по цвету не отличаются дело в том что это обман визуальный обман они на самом деле не отличаются почему они кажутся разного цвета это потому что под разным углом смотришь свет под я вот это пересмотрю на не вот и здесь выставляю так чтобы они одинаковые были и они действительно одинаковые то есть это просто преломляется свет свет преломляется и мы видим что да они одного цвета но из-за того что разный отлив вот пара они кажутся разными но это не так они одинаковые и чувствуется реально телефончик холодит руку холодненькая тут у нас как всегда две камеры вспышка сканер отпечатка пальца сзади снизу у нас мини джек 35 микрофон и динамик выглядит все очень красиво и лаконично здесь у нас разъем микро юсб сбоку у нас две клавиши громкости и включения выключения ну и сверху у нас инфракрасный порт здесь на лицевой панели у нас также имеется камера динамики два датчика два датчика все вполне себе так симметрично сделано красиво аппарат также не имеет на экранных кнопочек тут у нас кстати говоря мне snapdragon 636 процессор выполнены по 4 по 14 нанометровой технологии восьмиядерный 13 мегапикселей камера у нас камера туда-сюда короче понятно снимаем мы нашу пленочку отсюда тоже и включаем аппарат ждем пока он заведется кто-то мне там что-то написал на телефоне жунгала так да 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 кетчуп хайнс это вытряхиваешь коробки конечно делают на славу молодцы зато надежно попробую вытряхни короче блин я вот смотрю на эти аппараты и знаете они в блин ну выглядят очень неплохо очень неплохо выглядят и мне не нравятся оба вот единственное что могу сказать это то что redmi ноут 5 да он ну чуть-чуть как-то то ли покрасивее то ли что за счет именно так вот этих декоративных вставочек так он так выглядит симпатяшно сейчас мы выставим здесь язык у нас в общем надо провести немножко манипуляции с телефоном это как бы пара сек делом так сейчас выставили у нас регион регион это мы пропускаем это мы тоже пропускаем так обнаружение сим-карт сим-карты здесь чувак нету проверить снова нет пошли дальше так 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 разрешить все вот блин настройки вот эти вот конечно отпечаток пальцев тоже пропустить пропустить эти настройки это конечно блин по умолчанию окей так ну так бесконечность туда-сюда все давай а безграничность у нас здесь безграничность безграничный дизайн безграничный дизайн сейчас у нас включится и мы еще яркость надо подправить немножко потому что ярко здесь прикручено с завода а вот так все умер и дни 2s конечно хорошо уделить как вот смотрите сзади в принципе издалека со стороны они вообще вот смотришь на них на идентичны вообще за исключением вот то что здесь вставочки видно вот декоративные конечно нам сбоку у нас вот такие вот они поближе уже можете посмотреть полюбоваться вот так спереди вообще тоже прям вот братья близнецы спереди они очень похожи экраны у них все же по-моему да немножко отличие есть грани на xiaomi redmi note 5 они более такие знаете блин гладкие здесь они на redmi 2s они немножко угловато поострее так запустился у нас редми ноут 5 отлично сейчас мы яркость выкрутим на максимум и она full hd экран конечно ощущается просто уже по-другому 636 snapdragon он гораздо мощнее 625 насколько я помню это уже хорошо и да качество экрана конечно отличается сейчас мы даже включим все три телефона xiaomi redmi 2s и не макс 2 положим рядом чтобы вы посмотрели разницу конечно просто пипец у нас тут прям три телефона вот этих вот и дам по качеству картинки конечно 2s отличается очень сильно прямо вот рядом когда режисс не видно вот это вот зернистость пиксель здесь такого конечно нами максим нету есть full hd экран здесь тоже full hd экран так куда бы зайти тут на калькулятор включен вот такой вот у нас пишет так и цветность экрана кстати отличается отличается немножко есть если у нас xiaomi mi max ну здесь я настраивал нами максимум меня теплый тонн то здесь на этих двух телефонах он холодноватый и как-то они между собой отличие отличие у них есть да у нас получается redmi note 5 немножко холодит этот у нас такой 2s нейтральный честно я не знаю если у нас двойной потапа на этих аппаратах кажется по моему нету ладно сейчас мы я хотел посмотреть с как там с цветностью экрана у нас здесь заходим сейчас на redmi note 5 и смотрим настройки экрана экран цветности контрастность цветности контрастность у нас стоит натуральная автонастройка как видим цветность у нас все же отличается redmi note 5 у нас более холодный ну а redmi 2s у нас более нейтральный xiaomi у меня здесь вообще мимо нами max у меня теплый тон выставлен поэтому мы тоже зайдем часы посмотрим все же насколько сильно отличаются экрана ну как видите вот цветности контраст у меня даже здесь натуральный поставим вот сейчас они в принципе xiaomi mi max 2 он приблизительно похож на redmi 2s но чуть-чуть но теплее но теплее даже в натуральном этом самом он немножко теперь хотя может быть я тут немножко что-то подкручивал еще я не помню в общем ладно ну и я вам вот что хочу сказать в заключение по поводу redmi 2s и redmi note 5 это блин классные аппараты и когда они ко мне пришли я был приятно удивлен открываешь коробку достаешь такой эти телефоны и что-то ожидаешь увидеть за 100 145 долларов ну какой-нибудь шлаг но нет эти телефоны они приятно удивили меня когда их берешь в руки просто ощущая что ну это добротное устройство хорошо сделано и качественно собранная да ты как бы не ожидаешь увидеть за 140 баксов сверх что-то такое удивительное прямо там но блин ты получаешь реальное качество просто которое качество которое стоит гораздо дороже чем 140 долларов и я вам чё скажу блин лучше один раз пощупать один раз посмотреть вблизи чем увидеть или услышать 150 блогеров потому что куча всяких ушлепков которые просто обосрали эти телефоны и блин ну я если честно говорю зря не обоснованно потому что это реально качественные аппараты очень хорошо сделаны приятно лежащие в руке просто их прям щупать можно блин целый день они так приятно скользят просто вообще обалдеть реально классно выглядят и лучше есть есть возможность лучше сходите посмотрите пощупайте обязательно сами вживую увидьте все это великолепие этих телефонов тот же redmi s2 на которой трендят что там металла нет типа дешево фу отстой блин его когда смотришь на него если ты не знаешь что пластиковый корпус здесь то ты не отличишь они реально да когда берешь redmi 5 конечно он как бы холодит ощущается но визуально ты этого не увидишь вообще кому нафиг нужен этот металл если его не видно ну ребят на самом деле то есть очень хорошо собранное устройство с хороших материалов выглядит отлично тактильные ощущения великолепные про этот то же самое то что здесь металл это вовсе не плюс это конечно хорошо но визуально ты это никак не увидишь пусть это ты можешь только пощупать почувствовать этот приятный холодок металла и все но многим людям скажем так приятный холодок металла вовсе не приятный лучше пластик потому что он не собирает холод я в том что металл в холодное время года он аккумулирует холода так же как и тепло тоже с пластиком такого нет в общем такой вот у нас сегодня распаковка был до классный мне лично эти аппараты понравились и дальнейшем будем делать обзор тестировать гонять щупать дальше их вот и я уже потом уже свой вердикт окончательный вынесу но первые впечатления блин положительные классные аппараты за свои деньги просто получаешь сверх того что тебе дают вот так вот так что ставим лайки подписываемся на канал обязательно комментируем видео репостим соц сетях мне это будет очень полезно а вам ничего не стоит спасибо за просмотр пока